Давайте создадим первую запись. Для этого кликаем на вкладку записи. В подкрышемся окне удаляем единственную там имеющуюся запись, наводим курсор мыши на нее и кликаем по ссылке удалить. Теперь для добавления новой записи кликаем добавить новую. Для начала введем название поста. Я веду загадочный остров Тенерифи. Теперь давайте вставим текст в наш пост. Для этого просто введем его в вот эту область. Все материалы используемые при создании сайта вы найдете по ссылке под видео. Теперь давайте вставим галерею фото. Для этого установим курсор мыши на две строчки ниже и кликаем по кнопке добавить медиафайл. Далее кликаем создать галерею и выбираем фото уже загруженных изображений на сайт. Либо переходим на вкладку загрузить изображения и кликаем по кнопке выбрать файлы. После чего выбираем фото у себя на жестком диске и загружаем на сайт. После того как изображения добавились на сайт и отметились галочками кликаем по кнопке создать новую галерею. В открывшемся окне справа на панели настройки галереи меняем настройки. Мы выбираем количество изображений, а также изменяем параметр страницы вложения в раскрывающемся списке на нет. Для того чтобы при клике по изображениям нас не перебрасывало на пустую стороннюю запись. После чего кликаем вот по этой кнопке. И как вы видите наша галерея появилась в записи. Теперь давайте добавим остальной текст. После чего давайте поподробнее остановимся на панели рубрика, которая расположена справа. Итак, в нашем блоке будут публикации по четырем тематикам. То есть рубрикам. Это острова, Европа, Азия и Россия. Наш первый пост про остров Тенерифе будет относиться к рубрике острова. Давайте создадим эту рубрику. Для этого кликаем по кнопке добавить новую рубрику. В появившейся области вводим название рубрики и кликаем по кнопке добавить новую рубрику. В результате чего эта самая рубрика острова появится в общем списке. И на автомате отметится галочкой в посте про остров Тенерифе. Теперь давайте уберем галочку с рубрики под названием без рубрики. Чуть ниже располагается область метки. Сюда вводятся ключевые слова для оптимизации выдачи по интересам клиента. Например, клиент ищет информацию про остров Тенерифе и вводит в область поиска слово Тенерифе. Если метки данной статьи будут правильно составлены, то поисковому запросу выйдет данная статья. Итак, как же завести метки? Все очень просто. Давайте откроем область настройки меток. Для этого кликаем по значку раскрыть область. Далее в появшейся области вводим название первой метки, например Тенерифе и кликаем по кнопке добавить. И как вы видите первая метка создана для данной статьи. Также можно создавать метки целой группой. Для этого их надо ввести в область ввода, при этом разделив запятыми, после чего кликнуть по той же кнопке добавить. Как вы видите, все метки добавились на сайт. Далее чуть ниже находится панель настройки интерфейса поста, где вы можете выбрать, каким образом будет отображаться запись. Во всю ширину, сайт баром слева, сайт баром справа или без сайт бара. Сайт бар это такая выделенная область, в которой отображаются важные элементы. Например, в интернет магазинах там может отображаться фильтр сортировки товара или товары, которыми вы ранее интересовались. В блогах это могут быть либо интересные статьи, либо статьи по смежным тематикам, либо рекламные баннеры. Итак, мы выбираем сайт баром справа. Для выбора открываем раскрывающийся список в этой области и выбираем отображение сайт баром справа. Нам осталось лишь загрузить аватар нашей записи. То есть изображение, которое будет презентовать данный пост в общем каталоге записей и на главной странице. Для этого кликаем вот по этой ссылке и загружаем аватар записи. Алгоритм загрузки изображений вы знаете. Посмотрите, аватар записи подгрузился. Теперь поднимаемся в начало поста и кликаем по кнопке опубликовать для сохранения изменений. Обратите внимание, кнопка опубликовать теперь после сохранения поменялась на кнопку обновить. А также появилась ссылка для просмотра внешнего вида записи, по которой мы и кликнем. Пожалуйста, запись добавлена, но выглядит мягко говоря как-то не очень. Дизайн этой записи нужно усовершенствовать. Этим мы и займемся на следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...